На этой неделе в Харькове открылись ёлочные базары. Соснами торгуют в оживлённых местах, на рынках, возле автомагистрали и выходов из станции метро. Цены на хвойные деревья остались приблизительно на уровне прошлого года. На рынке возле станции метро 23 августа полутораметровые сосны продают от 130 гривен, а двухметровые – от 170. По закону все хвойные деревья должны реализовываться сбирками со штрих-кодами. По серии номеру можно узнать, в каком лесхозе выросло и было срублено дерево. В целях экономии пластиковые бирки в этом году заменили на бумажные. Также на легальное дерево выдают накладную, а на его сруби ставят клеймо. Я не признаю искусственные ёлки для меня. Ну вот почему-то их же для чего-то выращивают, их же для чего-то рубят и продают. Ель, пихта или сосна крымская, отличающаяся длинной хвоей, обойдутся дороже. Последняя высотой около полутора метров рядом с умским рынком стоит от 200 до 400 гривен. Занести её, пусть она разойдётся, не сразу наряжать. И обязательно же только уход. Мокрый песок или водичка такая, чтобы была подставка. Ну сосна, я вам скажу, сосна крымская особенно. Если там её наряжать числа 20-25, то это даже не страшно в крестовину. Она очень выносливая. А с елью нет лучше песок или вода. Сейчас по городу можно встретить хвойные деревья, выращенные в питомниках и лесхозах других регионов Украины. Сосны из Харьковской области должны поступить в продажу в ближайшие дни. Непосредственно в лесхозе ёлка будет стоить вдвое дешевле. Ёлки у нас от 56 гривен. 56 гривен – это цена ёлки длиной метр-метр пятьдесят. 70 гривен – это ёлка длиной высотой полтора-два метра. И выше в районе 100 гривен. Всего к новогодним праздникам в Октябрьском лесхозе планируют срубить 5000 сосен. Областной совет согласовал заготовку около 50 тысяч хвойных деревьев. В лесничествах Харьковской области готовятся крупки новогодних деревьев. Уже сейчас увеличено количество патрулей. Чтобы выявлять нарушителей с воздуха, в Октябрьском лесхозе приобрели квадрокоптер. У нас квадрокоптер выезжает с рейдовыми бригадами. То есть у нас, если мы услышали где-то звук бензопилы, то есть человек там не может телепортироваться в ту часть. Мы запускаем квадрокоптер, он в течение трёх минут уже на месте. Это является официальным доказательством, если даже представлять в суде интересы лесхоза. В регионе работают почти 80 рейдовых бригад, которые патрулируют лесничество ежедневно. С начала декабря в лесхозах области уже задержали более полусотни браконьеров. Ущерб от незаконных рубок хвойных деревьев составил около 8 тысяч гривен. При этом с нарушителей взыскали штрафов в половину этой суммы. В основном браконьеры пускали под топор по одному-два дерева. Если это административное порушение, ст. 65 кодексу, штраф на граждан 85-170 гривен, а если значная количество деревьев будет уничтожено или уничтожено, то это у нас будет ст. 246 криминального кодекса. Там штраф от 50 до станет оподаткованных минимум или до трёх годов обмежения воли. Искусственная ёлка уже появилась в Харьковском парке Горького. Это та же 12-метровая конструкция, что и в прошлые годы, но игрушками и световыми гирляндами её декорировали по-новому. Общий рисунок площади в этом году будет такой уютный домашний вид приобретать именно за счёт зонирования. Будет установлен рождественский вертеп наш, полюбившийся уже харьковчанам. Будет установлена фотоинсталляция «Семья снеговиков». По случаю Дня Святого Николая в воскресенье в парке запланирован праздник для детей. Проснувшись и найдя под подушкой один подарок, они могут прийти в парк и встретиться лично со Святым Николаем, который проведёт с ними яркую развлекательную программу, поиграет, послушает их желания на следующий год. Хорошо учиться, что там дети могут желать ещё. И, конечно же, вручит вкусные сладкие подарки. Ёлку в парке откроют в следующую субботу, 24 декабря. Тогда же начнёт работу новогодняя ярмарка, еды и сувениров, а также откроет свои двери для малышей, дом Деда Мороза. Новый год в парке по традиции встретят праздничным концертом и дискотекой. Аттракционы будут работать до пяти утра. Площадь Свободы к праздникам практически готова. Уже смонтирована и украшена ёлка, установлены новогодние декорации, дом Деда Мороза. Торжественное открытие ёлки состоится в понедельник, в День Святого Николая. Театрализованное действие и концерт стартуют в пять часов вечера. У нас на нашей площади соберутся сказочные герои, зимние персонажи. Это ёлочки, льдинки, снежинки, волшебные феи, которые с помощью харьковчан зажгут огоньки на нашей красавице ёлочке. После этого мы сцену отдадим будущим звёздам. Это победители телепроектов «Х-фактор», «Голос Диты» и многих других телепроектов. Поэтому мы приглашаем всех харьковчан. После открытия ёлки начнёт работу каток. На ледовой арене состоится шоу фигуристов Школы Олимпийского резерва Дворца спорта. Покататься на коньке в этом году так же, как и в прошлом, смогут все желающие, все гости нашего города. Катание на катке будет бесплатным. Нужно будет заплатить только за прокат коньков, который, я уверена, будет доступным для всех. 24 декабря на площади откроется дом Деда Мороза, в театре оперы и балета стартуют показы мюзикла «Волшебный замок» по мотивам сказки «Красавица и чудовище». В новогоднюю ночь на площади состоится праздничный концерт с участием харьковских актёров и музыкантов. Фейерверк, как и в прошлые годы, не запланирован. Елена Нагорная, Алексей Калмык и Павел Велицкий. Объектив неделя.